Всем привет, народ! Добро пожаловать на канал Никлуха МакФлай. Я продолжаю строить свою детскую площадку. Ну, не свою детскую площадку, я продолжаю строить. У меня уже есть качели. И вот здесь нужно построить горку. Приступаем! Еще на стадии проекта я сложил расстояние между этими двумя опорами ровно метр двадцать, для того, чтобы в дальнейшем горку собирать из палет. Ну, и целый день у меня ушел на то, чтобы разобрать двенадцать палет. Один из них станет верхом моей горки. Соответственно, я его разбирать до конца не буду. Загну гвозди и забью. Верхняя площадка горки будет держаться на двух брусках, которые я прикреплю к опорам, гайками М8. Соответственно, мы замеряем, размечаем, делаем запилы в бревнах, чтобы бруски туда наилучшим образом встали. Сверлим брусок и, соответственно, бревно опорки. Вставляем шпильку и закручиваем. То же самое проделываем и со вторым бруском. Сверлим направляющие для лесенки и устанавливаем мы их на те же самые шпильки. Лишнее обрезаем. Две старые половые доски будут у нас основой для горки. Их мы тоже прикручиваем. Чтобы горка хоть чуть-чуть постояла и сгнила не сразу, под ее основание подкладываем тротуарную плитку. Формируем саму горку теми же самыми досками от палет, которые я целый день добывал. Не один раз я за время строительства подумал о том, какой я молодец, что выбрал размер горки 120 см. Потому что вообще не пришлось ничего резать, подрезать и подгонять. Все ложилось как есть. Точно так же собираем и настил под лесенку. Сложно скользить по доскам, поэтому скользящим элементом на горке у меня будет вот такой вот старинный, весь в патине лист оцинковки. Я думаю, я его зашлифую, но самое главное, шлифование все-таки будет производиться попами катающихся. К сожалению, люди, которые производили этот лист, не подумали о том, чтобы сделать его соразмерным стандартному европалету. Поэтому пришлось отрезать 10 см по длине всего листа. Наверху горки лист загнул и прижал доской. Сам лист креплю на кровельные шурупы. В нижней части горки лист громыхает, как я не знаю кто. Соответственно, я решил подсыпать под него песка. Тем самым проблема была решена. По бокам горки устанавливаю половинки бревен. Это и для красоты, и для безопасности. А еще эти половинки дополнительно прижали лист к горке. В целом, вот такая конструкция у меня получилась. Выглядит пока что недоделанно, но уже неплохо. Еще один день у меня ушел на то, чтобы зачистить все деревянные поверхности, потому что здесь будут лазить мои дети, и мне очень не хотелось бы постоянно вынимать у них занозы. Ну и немножко зашлифовал сам лист. Вот такой промежуточный результат. Морилка с антисептиком под орех первоначально напугала меня своим ядреным красным цветом. Мне показалось, что я вообще все испортил. Но в конце я оказался доволен результатом. Так, сейчас нужно собрать лесенку. Это вот такие бруски, которые я прикручиваю на расстояние 30 сантиметров. В общем, рабочий процесс выглядит примерно так. Ребенок катается, немножко красит, немножко помогает. Папа в это время постоянно шлифует. Ступеньки тоже красим под орех. И в целом всю конструкцию еще раз покрываем пропиткой. Кто смотрел первые серии, тот, наверное, знает, что я уже пропитывал в общем конструкцию, но оно не лишнее. Нижнюю часть горки загнул и забил землю. Можно начать испытание. Целым результатом я очень доволен. И горкой, и качелями тоже. По бюджету у меня ушло, ну, примерно полторы тысячи. Это только на крепеж. Все остальное это палеты, которые мне достались бесплатно. И бревна, которые остались от сломанных сараев. Лист оцинковки у меня тоже несколько лет валялся, ждал своей очереди. Ну и чтобы вы понимали, такая горка с такими качелями стоит примерно 50 тысяч рублей. Так я мало того, что и детям горку подарил с качелями, еще и кучу денег сэкономил. А дочь сказала, пап, наверное, если бы не карантин, мы бы вообще такую красоту никогда и не построили. Так что для меня карантин и эпидемия – это только польза. Поэтому, друзья, я и вам желаю проводить время с пользой во время самоизоляции карантина. Ни в коем случае не болеть. Подписывайтесь на мой канал, если хотите. Ставьте лайки. Посмотрите обязательно первые две серии о постройке этой детской площадки. Это был Миклуха Макфлай. Пока-пока.